Друзья, я вас поздравляю, у нас прорыв в Елабуге, началось серийное производство автомобилей Aorus. Для тех, кто не в курсе, это российский автомобиль супер представительского класса. Я не оговорился сейчас супер представительского, потому что само название машины говорящая, образованное из двух латинских слов, AORUM, золото и RUS, российское, особенно губишки не раскатывайте, поскольку машинку создавали не для нас с вами. В самой простенькой комплектации она будет стоить 18-20 миллионов рублей. И вот вы знаете, в данной ситуации у меня возникает вполне резонный вопрос, зачем? В стране, где 27 миллионов человек находятся за чертой бедности, их количество растет с завидным постоянством. В стране, где пару недель назад президент обращался к правительству с просьбой не допустить голода. Где 20 лет к ряду только и слышно, надо потуже затянуть пояса. За окном тяжелые времена. Для кого, блин, мы собираемся выпускать автомобили стоимостью в 20 лямов? Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше питаться, например. Именно, подозреваю, что снова для них, ага, нам надо поменьше питаться, а им на лимузинах рассекать. Порадовал еще вот какой момент, цитирую Бизнес.ФМ. Президент уверен, что серийный выпуск Аурус усилит присутствие автомобилей из России на мировом рынке. Что сделает? Усилит. А у нас на мировом рынке какие-то позиции были до сегодняшнего дня? Ну, хоть сколько-нибудь заметно. И второй момент. Стесняюсь спросить, опираясь на какие показатели, Владимир Владимирович такой вывод сделал. Насколько мне известно, машин вот этих вот. На данный момент произведено всего несколько штук, чуть ли не по одной каждой модели. Продавать их тоже еще никто не пробовал. Уже произведенные авто были переданы Федеральной службе охраны. То есть, это пока единственная сделка, да и та условная. Государственная компания нами, которая делает Аурусы, собрала и продала несколько автомобилей государственной структуре ФСО. Это что, повод говорить о каком-то бизнес-проекте в плане продаж? Бюджетные деньги просто переложили из одного кармана в другой, вот и все. Они на рынок с этим собираются выходить? Слушайте, в России нормальные экономисты и менеджеры в правительстве, в Кремле вообще имеются. Начинаем. Турция для россиян все-таки не откроется. Вот до сегодняшнего дня ограничение на авиаперелеты действовало, продлили. Пока до конца июня, но я бы особо иллюзиями себя не тешил. Видимо, накрылся недорогой летний отдых в этом году, дорогие скрипоносцы. Нас ждут курорты Краснодарского края и Крым. По заоблачным расценкам, причем это не я придумал, уже даже пропагандисты сокрушаются, что на российском юге какой-то трэш происходит. Есть стандарт комфорт моря, 62 300 за три ночи. Есть свободные номера категории премиум, получается на двоих с автарками 45 200, плюс 2 500 в сутки с автарком для ребенка. Что есть подешевле? К сожалению, дешевле, больше нету в наличии, они все уже забронированы. Да, открылись некоторые европейские курорты, но там та же история. Во-первых, цены кусаются и даже очень, а во-вторых, и виза туда нужна, которую не так-то просто получить. К тому же виза это тоже деньги от 70 до 150 евро в среднем. Вообще, вы знаете, как по мне, вся эта турецкая история очень здорово воняет очередными политическими разборками. Что бы нам не врали про коронавирус, который якобы злобствует на том берегу, серьезно. Ну смешно же, честное слово. Через дорогу Азербайджан там не злобствует, но туда россиянам можно, а в Турции, блин, злобствует. При том, что из Баку самолеты в Стамбул как трамвай гоняют каждые два часа. Уральские авиалинии откроют новые рейсы из нескольких городов России в Азербайджан. Согласно информации, пассажирские перевозки будут осуществляться еженедельно. К концу месяца ожидаются рейсы из Красноярска, Омска, Новосибирска и Нижнего Новгорода. А уже с начала лета возобновятся полеты в Баку из Перми, Минеральных Вод и Самары. Впрочем, именно вот так, через Баку, через Кишинев, через Ереван, до недавнего времени через Минск, наши с вами соотечественники летали и летают в эту Турцию. Ну, потому что, а куда деваться? Тогда нафига козе баян все равно летают? Просто вынуждены больше платить люди и терпеть неудобства с ценным количеством пересадок? Я, вы знаете, не устану повторять. Наши чиновники это самые главные наши враги. Люди, которые постоянно гадят своему народу, создают проблемы. Измываются в прямом смысле слова хоть раз бы. Хоть что-то сделали для россиян? Это реальная журналистика, легкая, веселая, летняя программа сегодня. Поехали! Кстати, чуть не забыл замечательный ПЦР-тест. И помянуть добрым словом, это тест на ковид, который человек обязан сделать, улетая за границу. Без этого теста тебя просто не посадят в самолет, ну и в страну пребывания. Без него тоже могут не впустить. Хотя, вот вы знаете, когда я сдавал этот тест, я обалдел. Перед началом процедуры мне дали подписать какую-то бумагу, в которой было прописано, будто я совершаю эту процедуру добровольно, то есть по собственному желанию. Иными словами, чисто юридически, никто меня ни к чему не принуждает. Это лично мое дело, как гражданин. Ага, а в реале, выше сказал бы, самолет. Без такой бумаги просто не пустят. Ляпота! Да что ты, черт побери, такое несешь? И все бы ничего. Нужен тест? Ну давайте сдадим, я лично не против. Но больше года мы живем с этой пандемией, а ПЦР-тесты по-прежнему делают почему-то только в частных лабораториях. Врут, конечно, через пропагандистов, что бесплатно тоже делают уже, но туда записаться нереально, попробуйте. Так вот, к платным тестам возвращаясь, я бы не сказал, что их дешево делают-то. А 2000 рублей на минуточку услуга стоит. Впрочем, как бы отметили мои коллеги-смежники, это рекламная цена. Замануха по-простому. Когда тест необходим именно на вылет, это уже экспресс-тест получается, поскольку у такого анализа существует срок годности не более 72 часов. С момента забора мозга врачи так и говорят, анализ ускоренный, соответственно, стоит в 1,5-2 раза дороже, то есть 4-5 тысяч. Но и это еще не все. Возвращению домой вам необходимо будет пройти чудесную процедуру «Еще раз снова заплати». А с 1 мая чиновникам Ионова показалось мало. Попова сказала «дважды пускай анализ задают с интервалом в сутки». Дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус теперь должны россияне, вернувшиеся из-за границы. Это требование Роспотребнадзора. Пока, согласно приказу главного государственного санитарного врача Анны Поповой, до конца апреля принятая мера распространяется на туристов, прибывших из Турции и Танзании. А уже с 1 мая двойное тестирование на коронавирус предстоит пройти тем, кто прибыл из других зарубежных стран. Ну вот и считайте, сколько это в деньгах. В среднем примерно тысяч 9-10 плюсом к стоимости путевки на одного человека. Я не хочу об этом думать, но лично мне кажется, что вся эта история с тестами придумана исключительно для обдираловки наших граждан. Чур меня, чур. К тому же они все равно ничего не дают в смысле тесты. Тебя точно так же заставляют надевать маску и в аэропорту, и в самолете затем. Я пытался задать вопрос, мол, зачем, если у каждого из нас есть бумага. О том, что мы здоровы, мне объяснили, данный тест не является 100% гарантией. Ух ты! Какая прелесть! Десятку в общей сложности выложи. Но это не гарантия. За что заплатил тогда? Но еще смешнее другое. Ребят, среди вас есть явно кто-то, кто все-таки привелся. Начинайте громко хохотать, потому что, как выяснилось, оно тоже не панацея. Вам, как и мне, придется сдавать этот ПЦР-тест перед вылетом и по прилету точно так же и за те же деньги. Маска также обязательно. Вакцина ничего не гарантирует. Почему, я не удивляюсь, не знаете. А вот как раз и пример подвезли. Я, сука, топил на протяжении года за вашу вакцину. И факт моей болезни – это невероятный удар по вообще всей вакцинации в нашей стране. Именно, пропагандист Красовский топил-топил за эту вакцину, потом еще и привил со спутником Ви и заболел. Сейчас сидит дома, ведет ковидный дневничок. Хотя, вы знаете, у меня и без Красовского к той прививочной кампании большого доверия не было. Ну, хотя бы потому, что слишком уж агрессивно навяливают данную процедуру из каждого утюга. Сходите, укалитесь по всем каналам, по всем радиостанциям, даже в кино перед началом сеанса. Я просто не помню такой вот мощной агитации, ей-богу. А ведь мы с вами всякое переживали и птичий, и соляной грипп, и ящур. Вспоминается, даже было подозрение на вспышку сибирской язвы в нескольких регионах. И второй момент, который меня, ну, еще больше отталкивает. Знаете, когда я вижу такие вот кадры, сейчас покажу, зритель прислал. Мне вообще никаких прививок становится не нужно. Внимание. Гляньте на этот цирк. Вакцинация от ковид-19. Блин, этот приебаный цирк просто. Они уже не знают, как им побыстрее истребить население. Они уже, получается, мобильные пункты развернули. Гляньте, возле торговых площадей. Это просто какой-то пиздец. У меня других слов нет. Что это? Какой-то грязный, ржавый автобус. Неизвестно, каких бомжей из педоносцев в нем вчера возили. А сейчас нас уговаривают. Позаботьтесь о своем здоровье. Ширнитесь здесь. Вот в этой помойке, что ли? Да я там только лишние заразы нацепляю. Это что такое? Голосуем на пеньках. Лечимся на лавочках или там на грязном полу. Помните, показывал как-то старушку в больнице, которая на полу валялась. Сейчас вот прививаться заставляют. Чуть ли не в мусорном баке. Ну давайте дальше пойдем. Будем колоть всех одним шприцем из-под какого-нибудь сифилитика. Киселев расскажет с голубого экрана. Мол, так даже лучше антитела вырабатываются. Я все понимаю. Наши чинуши уже долгие годы живут отчетами. Им жизненно необходимо отчитаться наверху, что вакцинирование в этом конкретном регионе или в этом конкретном городе идет полным ходом. Можно как-то побольше уважения к людям, а? В чем и скот какой-то, что ли? Все. Переваривайте их. Это была реальная журналистика. Такая вот летняя программа у нас сегодня с вами получилась. Не уверен, что поднял вам настроение. Но знаете, чем отличается жизнь от плавого члена? У нас жизнь жестче, поэтому простите. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. Делитесь им с друзьями, знакомыми. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться пока. Пока и хорошего лета.